Добрый день, друзья! В последнем видео я вас знакомил со своим другом, с Витей, который мне помогает в спортивном питании. Сегодня я решил познакомить вас с теми продуктами, которые есть у меня дома в наличии. Те продукты, которые непосредственно принимаю я сам, каждый день, перед тренировками, во время тренировок, после тренировок. Ну, начну с того, что на столе. На столе это мои старые запасы, так скажем. Это протеин, пол баночки здесь осталось у меня. Баночка не родная уже, протеин это тот, который я покупаю в мешках. Просто пересыпаю для удобства. В такой баночке просто удобнее его использовать. Потом вот такой вот электролит, СИЗГО, уже почти закончился. БЦА со вкусом вишни. И потом вот такой изотонник тоже неплохой. Это со вкусом зеленого яблока. Такой вкусненький. Потом. Вот, когда-то давно, это уже, блин, вот не соврать, наверное, года два назад, я купил вот такую штуку, называется Мезоморф. Тоже мне Витя порекомендовал. Очень хорошая штука в плане того, что, как бы, стимулирует, знаете, здесь есть гуарана, кофеин. Ну, перестав, там, сами понимаете. Хотя, блин, вот, купил несколько лет назад и до сих пор очень редко использую. Честно говоря, вообще забыл про этот продукт свой. БЦА в таблетках. Вот такие капсулы. Видно, не видно. Такого плана. Вот БЦА в таком виде тоже. Потом Омега. Тоже, оказывается, остались старые запасы Омеги. Омега-3, жиры. А я еще купил. И вот цитрулин, о котором мы говорили, который, видите, сейчас закончился. Но у меня вот тут на донышке осталась хорошая штука. От молочки. Не дает заливаться мышцам. И вот такие вот. Принимал витаминчики. Бласт. Осталось буквально тоже пару таблеток. Тут капсулы. В капсулах. Так, это то, что у меня имеется. То, что у меня осталось. Сейчас вот это уберем в сторону. Сейчас покажу то, что я купил этот раз. Омега. Ну, в прошлом видео вы уже видели. Изотоник вот такой вот. Витамины эти я уже принимаю. Карбалокс. Сейчас будем месить его в протеин. Со вкусом персика. Не удержался. Я уже его открыл. Уже сью его. Что-то захотелось нового вкуса. И бета-аланин. Теперь поподробнее. Омега-3. Жиры. Вот такой омега-3. Вот, в принципе, у меня есть. Блин. Тогда или цены дешевле были. Ну, на порядок, конечно, я покупал. Ну, с тех пор, конечно, и цены изменились. И девальвация прошла, и все. А так, примерно, в баночке одинаковое количество 90 гранул. Омега-3 пьем три раза в день. Утром, в обед и вечером. После еды. Омега-3 обязательно после еды. Утром, в обед и вечером. С омегой-3 понятно. Теперь, бета-аланин. Выпиваем одну чайную ложку за 20 минут до тренировки. Сейчас, через полчаса у меня уже тренировка. Ну, после всего этого обзора я разбавлю и употреблю. А потом уже нажму стоп записи и буду готовиться к тренировке. Так, протеин. Протеин пьется в день отдыха. Одна мерная ложка тут внутри имеется. Между приемом пищи утром и за час-полтора вечером перед сном. Во время тренировки за час-два до тренировки и сразу после тренировки. То есть приезжаем, я приехал, хотя супруга уже приготовит ужин к тому времени, но я все равно стараюсь. Повесил велосипед, сразу же, сначала подяжу себе на воде протеин, выпиваю его, потом иду уже в душ, принимаю душ и уже выходя из душа сажусь ужинать. То есть после тренировки, особенно если тренировка объемная, обязательно порцию протеина нужно выпить. Карбонокс. Карбонокс, как мне и говорил Витя, нужно пить во время тренировки. То есть получается мне надо будет как минимум одну бутылочку разбавить. То есть разбавляю с водой, написано 500 тысяч миллилитров, одна-две. Ну получается на бутылочку, грубо говоря, одна мерная ложка карбонокса и буду пить во время тренировки. Сейчас тоже при вас приготовлю и сейчас на тренировке буду употреблять и посмотрим, как он работает. Витаминки эти, как мы показывали, они имеют разный цвет, то есть белая пластина с белыми капсулами и с синими. Белые капсулы употребляются утром после еды, синие вечером после еды. То есть белый после завтрака, синий после ужина. Поэтому их разделили. Я не знаю, какая фишка, но если их разделили, сделали раздельное применение, значит что-то в этом есть. Поэтому употребляем белый после завтрака, синий после ужина. Начал, уже пятый день пью. Посмотрим. Ну и изотоник. Изотоник. В общем, одна мерная ложка на 300-400 миллилитров. Вот такой вот изотоник. То есть получается на одну мою велосипедную бутылочку, одна мерная ложка, разбавляясь водой. И Витя сказал мне употребить в течение часа после тренировки. Я не знаю, мы всегда изотоник разбавляли с собой и пили во время тренировки. В этот раз он мне сказал, что изотоник нужно пить сразу после тренировки в течение часа. Ну не знаю, стоит ли брать его как раньше с собой и пить во время тренировки. Ну, выпьем тогда сразу после тренировки. Придется пить после протеина. А может и разбавлю чуть-чуть с собой дорогу еще. Так, в общем, это то, что у меня имеется. Это то, что у меня имеется. Но еще раз повторюсь. Строго придерживаться всего этого, блин, у меня не получается. Честно, допросит меня Витя, допросит меня программа, ту, которую он мне расписал. Но чисто физически не получается. И я стараюсь больше ориентируется по ощущениям, по самочувствию. Если я чувствую, что что-то тяжеловато, забивается, что-то... Ну, конечно, не жду прям красной лампочки. Но уже так научился чуть-чуть ощущать и прислушиваться к организму. И стараюсь предугадывать. И именно периодически, нет-нет, конечно, не дожидаясь. Обязательно омегу, обязательно витаминки, там, изотоник, БЦА. Кстати, помимо всего прочего, что еще я беру с собой на тренировки? Ну, раньше брали вот такие вот сникерсы. Сейчас их можно просто дома перед тренировкой перекусить. Потому что они, ну, знаете, в кармане тают, там, потом достаешь, там, шоколад здесь растекся. Кстати, вот мармеладки у меня обязательно в рационе присутствуют. Всякие желейки. Тоже рекомендую для суставов кушать желейки, мармеладки, холодец. Периодически покупаю здесь у нас одна тетенька, готовит домашний холодец. Прям такой побольше, где студня, знаете. Для суставов, чтобы коленки, все соединения моего скелета, которые получают нагрузку и работают за счет трения, обязательно стараюсь смазать, так сказать. Кстати, есть еще одна моя штука, сейчас я вам покажу. Я ее тоже ем. Полез сейчас в холодильник за своим небольшим секретом. То есть мы едим кому что нравится. Потому что на тренировках мы же тренируем не только мышцы, технику, педалирование, допустим, посадку, какие-то тактические действия в группе. Или тренируем свой индивидуальный ход. Мы же должны еще тренировать организм, мы должны прислушиваться, мы должны чувствовать его в слабые места, где, как себя ведет, примерно при какой нагрузке, при какой интенсивности, на какое расстояние хватает нам, допустим, легкого перекуса. Либо же как ведет себя печень или другие органы в случае переедания. Вообще все вот эти вот, так скажем, продукты питания, все, что мы берем с собой, нужно проверять на тренировках, а не на стартах. Потому что многие на тренировках ездят просто на простой водичке, а потом на старте там наберут гели, там всяких непонятных батончиков, там всякого. И сами многие это даже ни разу не пробовали, а потом на старте уже на какой-то ответственной важной гонке начинают это все употреблять в первые жизни. И у них потом организм с непривычки начинает на это реагировать совсем не так, как они представляли. И получается обратная реакция, то есть организм не подпитывается и не помогает, а наоборот там идет внутри бурная реакция. Скорее всего где-то что-то не подошло, на что-то аллергия, где-то несварение, где-то просто не понравилось, где-то вкус даже банальный. Поэтому все вот эти вещи, которые вы планируете употреблять на старте, подпитывать, допустим, триатлонисты едут половинку, 90 или полный аэронмен, проплыть 4 километра, 180 километров, потом на велосипеде еще ехать и потом 42 еще бежать. Представьте, сколько надо, как это надо подпитывать организм, чтобы разложить себя на всю эту дистанцию. Ну и велогоны, допустим, длинные гонки, там у профиков не меньше 200 километров каждый день, если там есть многодневки какие-то. Поэтому нужно знать, что вам пойдет и что оно не просто пойдет, что оно может приниматься, но не работать. Оно должно работать, оно должно подпитывать, оно должно пополнять все израсходованные ресурсы. Поэтому я вот это все, конечно, на тренировках пробую. И я примерно знаю уже, что да, что нет. И покупать, не покупать, даже вкус протеина, допустим, для какого-то, допустим, он мне если не нравится, то я, конечно, уже его приобретать не буду, кому-нибудь отдам. Сейчас хочу показать вещь, никто не догадается, что это такое, но оно мне нравится в плане того, что оно действительно, я чувствую, что оно подпитывает. Это, так скажем, подарок, ну, такой гостиниц моего коллеги, он сам из южных регионов Казахстана. У них там очень богат регионно-бахчевые культуры, в том числе и дыни. Это сушеная дыня. У нас на севере Казахстана, конечно, это не распространено, но там, на юге, оказывается, в конце сезона от перезбытка дынь, их не знают просто куда девать, и они эти дыни режут и сушат. И получается, ну, сейчас она просто уже чуть-чуть осталась у меня, а так была такая, знаете, колбаса вот где-то сантиметров 25-30. И вот эти вот длинные дыни, знаете, вот большие сорта, они вот так в длину режут, и прямо даже видно было по структуре, что вот эта вот колбаса состоит из спрессованных таких липких, сладких очень полосок. Они тянутся, похоже на, знаете, похоже просто на сухофруты, на обычные сухофруты, такие чуть липкие, сладкие. Ну, вообще, я прямо вот сейчас ем, я чувствую, как у меня прилив энергии. Конечно, без пакета их очень неприятно держать, в плане того, что они очень липкие, и руки потом надо потом их мыть. Но перед тренировкой, или даже с собой можно взять, в пищевую пленку завернуть, если едем, допустим, ну, 150 и больше, то вот эта штука незаменимая, я обязательно ее беру. Жаль, у меня ее чуть-чуть осталось, надо опять заказывать. Поэтому, каждый сам себе подбирает то, что ему нравится, и по вкусу, и то, что работает. Так, еще, пока я доставал свое чудо дыньку, я в холодильнике, блин, наткнулся на, тоже понакупал вот таких всяких батончиков, всякие фитнес-батончики, цельнозерновые, злаковые батончики, фитнес, несквик, злаковые батончики. Блин, мы вот, я не знаю, как кто, но я помешанный, мы сидим с супругой где-то, да, вот, по супермаркету, с коляской. Видишь, что-то такое, там кто-то смотрит на пивные виноводочные ряды, да, а у меня вот шея там на всякие энергетические батончики, там, всякие, всякие, ну, вы, наверное, меня поймете, наверное, я не один такой, а решки всякие. Хлебцы, вот тоже какой-то, блин, орехи и мед, яблоко и клюкву, блин, я его сегодня возьму, покушаю. Зерновой батончик с карпосом, блин. И это все табу, дети знают, если папина взять, хотя они, конечно, любят такое все, но вот, сникерсы я им разрешаю, сникерсы, мармеладки пускай они делают. Так, что, бодяжин, вот, я, как положено, фанат BMC, велосипед BMC, все BMC, даже фляги, вот мои боевые фляги на соревнованиях. Запас боевых, это бывшие боевые мои, старые выбросил, на чемпионате, помню, как-то детишки просили, мы им раздали старые фляжки, эти стали теперь у меня боевыми. Теперь будем бодяжить карбонокс, впервые открываю его, впервые открываю. А, вон им, мерная ложка. Блин, ну, конечно, пакетик как-то сделан неудобно. Такое узкое горлышко. Так, здесь нам понадобится воронка. Вот такая вороночка есть у меня, и одну мерную ложку засыпаем. Так, она была не полная, чуть-чуть засыпем. Так, карбонокс у нас есть. А вторую фляжку мы зальем. Так, цитрулин мы сейчас выпьем с бета-аланином вместе, перемешку перед тренировкой. Так, в общем, засыпал я карбонокса. Вторую фляжку возьмем водички с собой. Простая водичка всегда нужна и должна быть. И перед тренировкой, как положено, мы выпьем цитрулина с бета-аланином. Так, чтобы не было передоза, не будем чуть-чуть употреблять. Цитрулина осталось немного, но думаю, скоро он приедет. Поступит. К видите. Еще одна порция чуть-чуть осталась. И все это разводим водой. Фликрованная. Вода. Хватает. Это просто вода. Полную не буду. Тренировка у меня сегодня небольшая. Это карбонокс. Вообще, я для себя, я не знаю кто как, пометил вот таким маркером, не смывающимся, крышки. Цифрами римскими 1 и 2. Допустим, я вот карбонокс разбавил. Это у меня фляга будет в приоритете, так скажем. Я ее ставлю в флагодержатель нижней трубы. Вот это под цифрой 2 фляжка с чистой водой. Это будет стоять флагодержатели вертикальной отсидельной трубы. И бета-аланин с цитрулином. Должна быть цитрулин. Кислющая вещь. Такая кисленькая. Но бета-аланин, я ожидал, что он будет тоже кислым, но он оказался, на удивление, практически безвкусным. Да. Кисляк. Принимаем и выезжаем. Две фляги готовы. Мой велосипед готов. Принимаю этот раствор. Забегаем на минутку в маленький кабинет и выезжаем. Всем зожиг, всем хороших тренировок, всем здоровья, самое главное. И получайте удовольствие, не вовред здоровью. В общем, вот мой велосипед. Фляжка под номером 1 встает сюда, фляжка под номером 2 встает сюда. Вот так вот. Все, я готов. Поехали. В общем, выехал я на тренировку. Друзья испугались прогноза. По прогнозу обещали дождь, ветер сильный. Но мы, как говорится, такого не боимся. У меня тренировка состоится в любую погоду. Попадем под дождь, не попадем. Пью свой карбонокс. Чередую с водичкой. Сейчас съем батончик. Вот на таких поворотах я не советую пить, кушать или вообще отвлекаться. А вот когда вы ходите напрямую, там уже можно. Я вспомнил, попробовал первые глотки карбонокса, его знакомый вкус. Узнал я сразу. И вспомнил слова Витя о том, что это альтернатива БЦА. То есть это тоже аминокислоты, только лучше. Тут длинные аминокислоты и быстрые. Пью также каждые 15-20 минут по пару глотков. Чередую с водичкой. Экономим жидкость по возможности. Экономим жидкость по возможности. Кстати, про экономию жидкости. Дыхательные пути не забываем прочищать. Раз одну ноздрю, другую. Лишнее в носоглотке сплюнули. И лишний раз ни слюни, ни что-то другое без необходимости не теряем. Потому что это все жидкость. Она в организме очень важна. И во время особенно объемных тренировок она и так очень интенсивно теряется. С нашего организма выходит, выводится через пот и дыхание и тому подобное. Поэтому мой совет беречь жидкость при любой возможности. Дыхательные пути конечно прочищаем. Но ни в коем случае не вздумайте это делать в голове или где-то в гуще группы. Ничем хорошим это не закончится. И друзья вам спасибо точно не скажут. Поэтому все эти инсинуации производятся только сдав смену в хвосте группы. Но это мой такой совет. Вообще я проехал уже больше 30 километров. Так, если быть точным 38 уже, даже 38 километров. И обычно я себя приучаю каждые 30 километров что-нибудь перекусить. Поэтому я открываю батончик и следаю его на 39 километре. Ну, сегодня у меня тренировка небольшая, поэтому я дистанцию поделил пополам и сел на середине тренировки, на середине пути. А так вообще можно и пораньше скушать. Если тренировка объемная, то конечно берем побольше батончиков всяких, кексиков, пряничек, печенье. Потом орешки можно, сухофрукты, урюк, гели. Но гели они конечно усваиваются быстро. Переходят они быстрее. Но и заканчиваются и действия гораздо быстрее. Поэтому гели можно кушать хоть каждые 10 километров. Мусор! Камань! Мусор! Не бросайте! Не засоряйте! У меня все этикетки от гелий, пакетики, все я привожу домой и выбрасываю в общую мусорку. Я часто вижу, как даже наши спортсмены выбрасывают мусор, бутылочки, салфан. Это я уже коснулся экологии, пользуюсь случаем. И здесь полно мусора. Давайте беречь, ребята. Не надо-то поступать. Положите в карман, выбросите дома. Ладно. Поеду дальше работать. Запью сейчас. И ага. Еще, друзья, пару советов. Раз уж мы сегодня заговорили про питание. Прежде чем перекусить, подберите правильно участок для этого, для этой трапезы, так скажем. Ни в коем случае не начинайте питание в подъем. Ни в коем случае не начинайте питание против сильного ветра. То есть не начинайте питаться в момент больших нагрузок. Когда нужно выдавать там под 300 ватт и выше. Питайтесь. Но ни в коем случае, опять же, не ждите крутого спуска. Потому что многие ищут момента, думают, сейчас пойдет спуск, я там сложусь и перекушу. На крутом спуске тоже я вам не советую. Это очень опасно. Ищите пологий участок. Желательно безветренный или же ветер спину. Ну, как минимум, боковой, но не сильный. Чтобы вы могли безопасно покушать. Это первый совет. То есть кушайте на спокойном дыхании, без нагрузки. Второй совет касается подготовки к этой трапезе. Перед тем, как начать перекус во время тренировки на велосипеде. Освободите ваши дыхательные пути. Пока у вас руки свободны, прочистите ноздри. Выплюните все лишнее. Главное, освободите дыхательные пусти носа. Потому что дышать во время питания вы будете им. То есть у вас рот будет забит, как вы только что видели. У меня рот был забит, и мне пришлось дышать в ноздри. С забитыми носом вы задохнетесь. Вот это вот я вам хотел сказать. И еще про питание. Ни в коем случае не затягивайте этот процесс. Я кушал на тридцать восьмом километре. Так как тренировка у меня небольшая, и перед выездом я перекусил. Если же не получается у меня перекусить, то я начинаю кушать гораздо раньше, прямо с самого старта тренировки. На десятом километре, на пятом даже бывает. Поэтому не затягивайте в плане того, что это может быть потом поздно. Не ждите, когда вы почувствуете голод. Если вы во время хорошей интенсивной тренировки почувствовали голод, то это уже приговор. Скорее всего, ваш перекус уже вам не поможет. Просто я сам по себе только в начале моей шоссейной велокарьеры, так скажем, на себе один раз ощутил, что такое заголодать, когда тебя обрубают. Ты в здравом уме, ясной памяти, как говорится, едешь, но ноги тебя не слушаются. Они ватные, они не свинцовые, они уже ватные. Они просто лежат на педалях, и ты их корпусом тела просто перекидываешь вот так в вес только ног и прикладываешь усилие на педали. То есть доезжаешь чисто на парусах, так скажем. Поэтому заголодать это очень неприятная вещь. Ты вроде бы полон энергии, у тебя все хорошо, ты вроде бодр и свеж, но нижняя часть уже не твоя. Поэтому кушайте заблаговременно, кушайте заранее. Лучше перебздеть, как говорится, чем недобздеть. Питание это в койках актуально. Поэтому как-то так. Питание. Никакая машина без бензина не поедет, без топлива. Так и наш организм без подпитки, без правильного питания, без топлива. От него что-то требовать бесполезно. И глупо. Я вернулся с тренировки. Сейчас буду готовить протеин и изотоник. Сначала, сразу после тренировки, нужно выпить. Кстати. Сначала надо чуть-чуть водички. Иначе порошок привитнет к огну. Берем полную, даже с горсточкой, мерную ложку протеина. Наливаем еще водички чуть-чуть сверху. Я заметил, если на дно засыпать порошок, любой протеин, гейн, это не важно. Он прилипает к дну и потом очень тяжело размешать. А когда заливаешь сначала воды, потом порошок, тогда намного лучше перемешивается. Все, выпиваем катеин. И потом также с водой разводим изотоник и выпиваем его в течение часа. Думаю, не нужно показывать, как это делать, растягивать видео. В общем, вы видели, что я выпил до, что я пил во время тренировки и что я пью после, как восстановитель. Все, всем пока, всем здоровья!